Это смартфон Infinix Note 12 2023, упрощенная версия Note 12 Pro, на что он способен и стоит ли брать в 2023 году. Поехали! Прежде чем мы начнём, я рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Там я опубликую, например, хорошие новости про смартфоны и очень много идей. Ссылку я оставлю в описании. Начнём с комплектации. В комплектации идёт сам смартфон. Эх, красавчик! О, какой простой обычный дизайн! Даже интереснее, чем все китайские смартфоны. Руководство пользователя и гарантийное обслуживание. 7 лоток, я держу в ладонях, кстати. Прозрачный комплектный силиконовый чехол. Зарядный блок на 33 Вт. А также простой кабель USB Type-C. У меня конфигурация в чёрном цвете и памятью 8128. Есть ещё версия на 8256. И в трёх цветах. Чёрный, как у меня, белый и синий. Кнопки и разъёмы вы можете увидеть на экране. Двойные динамики. Две сим-карты и microSD. Кнопка громкости. Сканер отпечатка пальцев сбоку. И давайте посмотрим обзоры этого девайса. Я услышал эту модель Infinix Zero 20, лучше чем Note 12 по характеристикам. Но стоит такой же процессор Helio G99, как Note 12 и Note 12 Pro. И есть Infinix Note 12 Fit, но только с быстрой зарядкой 120 Вт. Взял вот этот телефон в скучном чёрном цвете и выглядит очень хорошо. Потому что отпечатков сзади не лапаются. Вот так выглядит этот телефон в реальной жизни. Из коробки вы получаете Android 12 с оболочкой XOS 10.6. Я уже не видел телефоны на старом, Android, например, 11, 10 и так далее. Но нет, в скором времени она получит 13-й Android. Фишки об этой операционной системе будет чуть позже. Посмотри, какой большой фаблет. Это диагональ 6,7 дюйма с частотой обновления 60 Гц. И яркий, сочный AMOLED дисплей. На очень низкой яркости шим заметен на экране. Нету частоты обновления экрана, зато есть ультра-тач. Можно изменить скорость пролистывания и скорость анимации. Ни в чем не ощущается от более высокой частотой обновления. По камерам снимают лучше, чем на моём Realme 9 Pro. Я же забыл показать свой модуль. Три, но только два модуля. Максимальный зум 10-кратный, как у бюджетников. Камера 50 Мп, как у всех телефонов. Это видео не только снимает в 1080p 30 кадров или 60 кадров. Кстати, можно снимать при 60 кадрах. Ощущается очень плавным. Но и в 2К 30 кадров в секунду. Не в 4К, а просто в 2К разрешении. Жаль, нету широкоугольного модуля. Я отрисую этот телефон без стабилизации. Включаем стабилизацию и мы посмотрим, чем она поможет. Просто очень неплохо за своей ценой. Посмотрим у модулей камер. Здесь, наверное, стоит Samsung GN1. Сенсор двухгодней давности. Стоит как у Redmi 10. А также датчик глубины. И неизвестно, какой третий сенсор стоит. Ну и вот и моё лицо. Здесь стоит фронтальная камера на 16 Мп. Ну и снимает видео. В 2К то же самое. Проблемы с стабилизацией на фронталке есть. Надо срочно выключить стабилизацию. Вот я отрисую на фронталке и ощущается как без стабилизации. Вот на фронталке неплохая детализация. Даже ещё и куча функций. Камера у этого смартфона очень сильно порадует. Кстати, давайте сравним с моим телефоном от Realme против Infinix. На Infinix материал лучше. Форма у Realme 9 Pro удобнее, чем у Note 122023. У этого Infinix не закруглён край, как у iPhone. Но вот толщина очень похожа на iPhone. Мы расскажем и покажем ещё раз об оболочке. Так я уже говорил, оболочка здесь стоит XOS. На базе 12-го андроида. Неплохая, элегантная и красивая. Кстати, ещё и быстрая. У этой оболочки есть огромные папки. Можно настраивать, добавить виджеты и так далее. По возможностям Bluetooth версии 5.2. Wi-Fi 5 версии. А также поддержкой GPS и NFC. А кстати, ещё есть поддержка FM-радио. По начинкам процессор Mediatek Helio G99. Это просто хороший и любимый чипсет от Mediatek. Построен по техпроцессу TSMC 6 нанометров. И видеоядром Mali-G57MC2. У этого телефона всё летает очень хорошо. Аж можно запустить Genshin на минималках. Получаем 30 кадров. То мы скажем, производительность неплохая в играх. В Antutu этот телефон выдавало 373 тысяч баллов. Вот результаты на троттлинг и тест на Geekbench 6. Увы, на памяти я не тестировал. Что меня порадовало в этом смартфоне, так это же стереозвук. Звук состоит из двух динамиков. Нижнего и верхнего. Послушайте. У всех смартфонов батарея практически одинаковая. 5000 мАч, что означает держит до двух дней без подзарядки. Ну и плюс, вы можете заряжать смартфон с помощью блока питания на 33 Вт. Заряжает этот смартфон примерно за 1 час 10 минут. Мы посмотрим, кто кого ещё раз. Realme 9 Pro против Infinix Note 122023 по камерам. Видите, камера слева у Infinix лучше, чем Realme. Но по записи видео тоже лучше. Что мне понравилось у всех в телефонах, так это же ультра-широкоугольный модуль. Чего нет у Infinix. Обратите внимание на угол. 0,6Х. Какой вывод можно сделать про прошлогодний телефон Infinix Note 122023? Неплохой телефон с дизайном, не собирая печатки. Неплохим модулем 50 Мп. Хорошим процессором Mediatek Helio G99 с поддержкой 4G. Большим AMOLED дисплеем. И можно взять от 12 тысяч рублей. Это, согласитесь, неплохой вариант. Но если взять что-то поновее, например, Infinix Note 30 и Note 30 Pro с беспородной зарядкой, только Pro, и стоит уже подороже от 16 тысяч рублей. Но опять же, к сожалению, нет ультра-широкоугольного модуля. Если что, может и подешевеет. Ну вот, пожалуй, всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Андрей, и увидимся в следующих видео. Пока-пока.